Может быть, но действительно так оно и есть, друзья. То есть огромное количество стран уже присутствует в проекте Skyway. Друзья, сегодня буду вести вебинар, немножко отражаясь на стилистику наших фолловеров и тех, кто подписан на Instagram канал, потому что фактически уже скоро, наверное, 50 тысяч подписчиков будет в Instagram канале. И я хотел бы вам показать, друзья, то есть вот вы видите, собственно, слайды. Я буду таким образом показывать, то есть будете видеть картинки. Это технология, это реальная технология, которая существует уже сейчас, которая сертифицирована на территории Российской Федерации, на территории Республики Беларусь. В Минской области на Мариной Горке находится экотехнопарк. То есть это действительно цитадель той технологии, которую ожидает весь мир. И небольшой дисклеймер, друзья. Тот, кто нас только-только начал смотреть в Instagram через прямые эфиры, мы будем регулярно сейчас делать прямые включения с нашего официального аккаунта. Пожалуйста, пользуйтесь, подключайте партнеров. Это действительно построение крупносистемного бизнеса по всему миру на основе реальной инфраструктурной технологии, которую, собственно, я вам показывал. Если говорить про то, что есть уже в реальности, друзья, посмотрите. Вот еще один слайд, то есть и это существует в реальности. Это похоже на компьютерную графику, казалось бы. Но это абсолютная реальность, дорогие друзья. Уже, собственно, юнибусы, юнивинды, юнибайки, юникары, юнитраки ездят по территории экотехнопарка, глобального сертификационного тестового участка, на который приезжает уже делегация со всего мира. Ну а я, собственно, друзья, буду, естественно, учитывать интересы тех, кто нас смотрит в Инстаграм, но в первую очередь это традиционный вебинар. То есть будут и прямые включения другие по вводу в технологию. Мы будем наблюдать, какая активность вообще идет в Инстаграм. Естественно, ставьте вот таким образом лайки, потому что, собственно, это отражает ваш интерес к той теме, которую мы освещаем. А мы освещаем, я считаю, тему, которая, наверное, затрагивает каждого живущего на планете Земля с создания и сейчас в данный момент уже вывода на рынок глобального такого экологичного транспорта второго уровня, который будет проноситься над землей, над головой, на специальных, собственно, струнах. Это преднатяженные рельсовые конструкции. И, друзья, я не буду сейчас останавливаться на технике дела. Я хотел бы перейти к тем новостям, которые наши партнеры, которые уже присоединились к проекту Skyway, ожидают с нетерпением с Вьетнама. Ну и, собственно, многие новости я просто не смогу сегодня посвятить, потому что времени не хватит. Не хотелось бы вас утомлять, больше часа ввести вебинар, поэтому я остановлюсь только на самом главном. Итак, сегодня 12 сентября. С 18 по 23 сентября будет глобальная премьера Юнилета. Вы сейчас можете наблюдать его только в компьютерной графике. Вот, собственно, один из первых таких слайдов, который еще в 2014 году мы увидели. Очень видоизменился этот подвижной состав. И вы сможете увидеть его уже в реальности в Берлине, в выставочном комплексе Messe Berlin. Я думаю, что PETA станет гвоздем программы этой выставки. И, собственно, все в этом убедятся. Будет, я не сомневаюсь, множество статей о прорыве в высокоскоростном транспорте. Это уже будет не индивидуальный пассажирский транспорт, не городской пассажирский транспорт, а реально уже концепт, который в будущем сможет заменить, например, суперджеты. Это семейный концепт высокоскоростного перемещения под названием Юнилет. Наш высокоскоростной транспорт. И на этой неделе, друзья, ну, собственно, на прошлой неделе, на этой неделе уже мои коллеги отъезжают по своим городам, по своим странам. Состоялось достаточно серьезное мероприятие во Вьетнаме. И я хотел бы его, естественно, в полной мере, друзья, осветить. Потому что не могу на этом не остановиться. Действительно зарождается новая история развития проекта SkyWay во Вьетнаме. И история предшествует вообще развитию проекта SkyWay струнного транспорта, транспорта юницкого, гениального изобретателя, инженера, конструктора. Собственно, вы сможете посчитать это в монографиях уже долгих лет исследований по территории Вьетнама. То есть один проект Ханой Шек Хаши Мин, чего стоит. Мы на этом не будем сегодня останавливаться. Я думаю, что сделаем отдельное какое-либо прямое включение. Ну а, собственно, сейчас уже новейшая история проекта SkyWay во Вьетнаме. Вообще, целью этой поездки была не только конференция, но и всегда совмещаются конференции со встречами с крупными потенциальными инвесторами, с различными техническими учреждениями, научно-исследовательскими учреждениями и так далее и тому подобное. И эта поездка, естественно, не была исключением. Задолго до конференции произошел ряд встреч, о которых можно некоторых говорить. От некоторых мы будем просто показывать фотографии, ничего не будем говорить. И началась она со встречи с крупной проектной строительной организацией. И обсуждались уже непосредственно внедрение проекта SkyWay, струнных технологий на территории Вьетнама в виде конкретных проектов. Очень позитивно, естественно, была воспринята технология. Одним из ключевых показателей, оценили эту технологию, либо не оценили эту технологию, это одобрение и согласие сфотографироваться на коллективной фотографии, потому что многие отказываются, естественно, что мы не будем запечатлять себя в историю проекта SkyWay, потому что по какой-то причине сомневаемся, по какой-то причине не верим. Но, собственно, это не случай этой делегации, этой встречи. И вы видите, насколько позитивные и радостные действительно лица можно наблюдать на этой фотографии. Это наши члены правления Сергей Анатольевич Сибиряков, Владимир Маслов, Франтишек Солар и наши лидеры Вьетнама. Я могу сказать, как началось развитие вообще системы бизнеса SkyWay, как в человеческом факторе, то есть передача информации от человека к человеку о существовании этой технологии, возможности входа в корневую технологию в виде приобретения специальных активов, которые в будущем станут, естественно, реальными акциями. Но сейчас, внимание, дисклеймер, друзья, потому что этот проект венчурный. И, собственно, все риски человек на себя берет. Естественно, есть институционный меморандум, который можно прочитать, с которым можно ознакомиться. Это многостраничный документ обязательно. Если вы подписываете соглашение инвестора, либо начинаете какую-то активность по проекту SkyWay, изучите этот документ, задайте все интересующие вас вопросы тому человеку, который дал вам информацию об этом проекте. И только после этого принимайте свое взвешенное решение. Да, сейчас, я повторюсь, технология существует. И продемонстрированы много уже достаточно видов подвижного состава. То есть, это юнибайк, личный транспорт двух, от одна, от трех местный максимум, на котором можно перемещаться в том числе с велотяги. Это юнибус, городской пассажирский транспорт. Это юникар, который просекает уже, действительно, со скоростью до 100 км в час на территории экотехнопарка. И это все могли лицезреть на прошедшем недавно экофесте 2018, на котором присутствовала многотысячная аудитория тех, кто поддерживает проект SkyWay, кто верит в проект SkyWay. И, соответственно, проголосовал инвестиции за развитие этого проекта. Многие вступают в этот проект по различным совершенно причинам. Кто-то из корыстных целей в будущем получать дивиденды. Кто-то для спасения нашей планеты, для будущих поколений. Есть им очень много, я могу сказать, таких людей. Кто-то для того, чтобы поддержать технологию инженера-изобретателя Юницкого, изучив все монографии и публикации. Кто-то входит уже крупными инвестициями. Я могу назвать такую открытую крупную инвестицию в 330 тысяч долларов. Она была совершена, буквально познакомившись с проектом, с одним из наших крупных, в том числе, инвесторов. И это руководитель другого фонда. Я являюсь членом правления SkyWay Capital. Есть еще SkyWay Invest Group. И, соответственно, Андрей Федорович Ковратов пообщался с человеком, буквально на пробежке. Этот человек оказался очень серьезным политическим деятелем в прошлом, в Российской Федерации, и изъявил желание совершить инвестицию на такую сумму. Естественно, каждый человек решает сам. И не исключение наши вьетнамские коллеги. Собственно, я могу сказать, что вот эта встреча, которая произошла на территории Вьетнама с крупной проектной строительной организацией, это уже зарождение адресного проекта. Если говорить вообще про вход в рынок Вьетнама, я присутствовал и, собственно, также был одним из триггеров активных деятелей, кто способствовал развитию вьетнамской системы, вьетнамской именно сети людей, которые поддерживают проект для его реального воплощения на территории Вьетнама, это диаспора на территории Словакии. То есть мы встречались за городом, и потом уже начали подключаться люди непосредственно с Вьетнама. Вы, я думаю, что представляете, насколько серьезная регуляция финансовых органов, и, собственно, проект Skyway развивается, развивается успешно, и наши вьетнамские представители дают суперотличный результат. У нас есть различные категории тех людей, которые развивают проект Skyway. Высшая категория – это топ-эксперт, то есть высший эксперт своей области в области промоушена проекта Skyway и при внесении его на территории различных стран и различных государств. Собственно, во вьетнамской структуре также есть такие супердеятели, это наши топ-эксперты. Многие из них присутствовали, естественно, на экофесте. И вы видите, что те, кто присутствовал на экофесте, на конференции глобальной нашей, международной, больше чем с 50 стран, если не ошибаюсь, присутствовало людей на этой конференции, которая произошла в отеле Пекин уже после состоявшегося события экофеста. И, собственно, эмоции, которые получили люди с разумными, с логически последовательными ответами на вопросов, они дают за себя знать и дают ответы на все возражения тех людей, которые, возможно, сейчас сомневаются, а реальная ли эта технология. Так вот, я могу сказать, что эта встреча также предназменовала очень серьезный вход крупных инвесторов. На этом слайде вы видите уже потенциального, либо уже реального. То есть мои коллеги уверяют, что реальный, новый крупнейший инвестор проекта Skyway. Но, собственно, я всегда по своей логике стараюсь говорить только проверенную информацию. И могу сказать, что намерение было. И вы знаете, что такая вот от физического лица самая крупная инвестиция сейчас 330 тысяч долларов. Были потенциальные на миллионы долларов. Там отдельная история, которую я освещал в предыдущих вебинарах. Собственно, трагически погиб и ушел из жизни предводитель именно финансовой группы. И все пароли к счетам и, собственно, все проводки по финансовым операциям остались именно в его распоряжении, так как он ушел из жизни. Собственно, сейчас ведется, продолжается работа по этому направлению, но вести ее стало намного сложнее. И то, что уже происходит общение с членами правления, собственно, это дает полную уверенность, потому что наши вьетнамские коллеги получают не просто ответы на вопросы, мы освещаем ситуацию. Мы рассказывали и о текущем крипто направлении, именно ситуации в этом векторе развития для проекта Skyway. Что было, что сейчас происходит в рамках головной кампании. Естественно, мы не знаем, что сейчас происходит по крипто направлению в рамках головной кампании, но происходит, я предполагаю, что-то грандиозное, потому что очень сильно занят сейчас IT-департамент. Я на связи также с нашими коллегами, крупнейшими стратегическими партнерами. У них нет времени ответить даже в WhatsApp. Сейчас плотным графиком, на мой взгляд, это предположительно, потенциально, потому что точной информации, я не знаю, ведется работа в Арабских Эмиратах. То есть для тех, кто только в первый раз нас видит в прямой трансляции Instagram, понимаете и знайте, что уже выделена земля в одном из крупнейших Арабских Эмиратов стоимостью более 700 миллионов долларов. 750 миллионов долларов, если быть точным. И, собственно, это уже поддержка и полное взаимодействие с одним из шейхов, одного из Арабских Эмиратов. То есть я намеренно так говорю, потому что всю информацию дает корневая головная кампания. В официальных новостях эти вебинары ведутся нами, как членами правления, освещение тех событий, которые происходят на данный момент в проекте Skyway. И, друзья, я могу сказать, что Вьетнам ждал эту конференцию. Собственно, вы видите, что и в такой теплой атмосфере, то есть это уже закрепление таких крупных инвестиций с кокосами, с бананами. Вот, собственно, иногда в таком стиле происходит действительно привлечения крупных инвестиций, потому что мы все всегда вооружены планшетами, ноутбуками, всей информацией в первую очередь в нашей голове. И нам нечего скрывать, потому что действительно проект Skyway на сегодняшний день мы можем откровенно говорить, что развивается более чем достойно. И, собственно, давайте перейдем уже к конференции. Непосредственно сколько людей присутствовало на этой конференции? Многие задают этот вопрос. То есть мы ожидали, честно признаемся, 800 человек. Немножко наш прогноз не сбылся. К сожалению, присутствовало чуть больше 500 людей на данной конференции. Собственно, все члены правления, которые приехали, выступили с достойнейшими презентациями. Вы можете увидеть непосредственно в профилях социальных сетей прямые эфиры. Возможно, был в Instagram также прямой эфир. И, собственно, поинтересоваться, какие же темы были освещены. Также перископ обязательно посмотрите. Франтишек Солар достойно выступил именно с освещением реальной ситуации по воплощению на Марьиной горке. Тех или иных видов подвижного состава. С конкурентными преимуществами перед существующими видами транспорта. Действительно, конкуренты присутствуют. Многие из них не реализовали на сегодняшний день реальные прототипы. Это SkyTrend, это Hyperloop Transport Technologies, именно вот в полной мере уже перемещающийся, сертифицированный на территории какой-либо из стран. Проект SkyWay, зао струнные технологии, SkyWay Technologies Companies уже действительно получает один сертификат за другим. На территории Австралии были получены сертификаты на подвижные составы. На территории Японии это не значит, что транспорт сертифицирован. Это значит, что закреплено действительно патентами и правом на интеллектуальную собственность, деятельность по проекту, по технологию на территории той или иной страны. То есть это Австралия, это Япония и многие другие страны. Те, кому интересно, друзья, просто наберите либо skyway.capital, либо 3wrsv.defissystems.com, зайдите в новости и посмотрите, какой обильный спектр новостей по реальному развитию технологии. Запомните этот проект, потому что, наверное, один из немногих этот проект освещает в полной мере в реальном времени, в реал-тайм, так скажем, свою деятельность. Я не встречал технологии, которые так бы делала. И на своем примере мы это показываем. Вот, собственно, вы видите аудиторию. То есть все внимательно слушали все выступления членов правления, все выступления наших лидеров. Я предполагаю, что настоящий бум инвестиций будет после этой конференции. Вы видите, насколько много народу, не так много фотографий с различных ракурсов. Но я думаю, в прямых трансляциях можно это в полной мере увидеть и услышать, насколько люди были воодушевлены. Естественно, все подходили фотографироваться, задавали вопросы. Конференции уже не только своим лидерам, но и членам правления просто разрывали на кусочки членов правления. И после конференции долгое время многие не могли разойтись. И что очень приятно, друзья, проект Skyway пришли поддержать во Вьетнаме и стар, и млад, так скажем. Пусть не обижаются на меня люди более старших лет. Это очень мудрые люди, которые входили в проект Skyway, наверное, в числе первых. Многие вошли инженеры, многие вошли инвесторами, экономисты, ведущие профессора. И мне очень приятно, друзья, что действительно такое молодое поколение уже в полной мере присоединяется к нашему проекту. Это действительно суперпоказатель. Естественно, были вручены значки, почетные грамоты людям, которые развивают на территории Вьетнама проект Skyway. И много очень людей оставалось после конференции, просто не желали расходиться, так как конференция уже закончилась, но хотелось получить ответы на свои вопросы. Что можно говорить? Что можно говорить по результатам этой поездки? Уже после конференции было обильное число встреч, поэтому многочисленные действительно делегации. И по традиции, естественно, это свое желание уже выразили и профессора ТТУ в Ханое, и, собственно, наши активисты, наши лидеры, предприниматели с территории Вьетнама. Была организована встреча с академиками, с профессорами, с ректорами, с проректорами, с деканами ТТУ в Ханое. Вы видите, насколько действительно увлеченно все слушают дискуссию, и это была очень серьезная встреча по поводу обсуждения насущных проблем и их решения в транспортной инфраструктуре Вьетнама. Естественно, выступали различные представители, я могу это сравнить в какой-то мере, но уже на территории Вьетнама с выступлением Анатолия Эдуардовича в Академии наук Республики Беларусь, но были сплошь и рядом только позитивные мнения, позитивные заключения. Кто-то задавал вопросы с подковыкой, но достойно получал ответы на них от наших членов правления и, собственно, от наших лидеров, которые начинали ничего не зная о технологии, ничего не зная о проекте Skyway. Сейчас они выступают в роли экспертов и не зря носят титул действительно топ-эксперта, то есть высшего эксперта в области развития Skyway Capital на территории Вьетнама. И, собственно, это под низ рекордсменов на сегодняшний день по привлечению инвестиций. На этой фотографии, кстати, вы можете видеть и лицезреть, вначале выступал декан транспортного университета, и это произошло буквально спонтанно, но далее стали выступать уже после заданных вопросов от профессоров сначала про ректор, и далее даже произошла встреча непосредственно с ректором университета, технического университета в Ханое. И я думаю, что вы понимаете, насколько остро стоит проблема именно пробок, именно достойного решения в области транспортной инфраструктуры, транспортной услуги, которую на сегодняшний день никто в мире решить и предложить не может. Проект Skyway – это тот проект, который предоставляет наиболее прорывную на сегодняшний день транспортную услугу, которую в странах Азии просто, наверное, в первую очередь необходимо решить. И я это видел на территории Джакарты, на территории Дели в Индонезии, в Индии. Подписаны меморандумы о сотрудничестве. Я могу сказать, что да, друзья, в ходе этих встреч были подписаны определенные документы. Также произошла встреча с очень крупной институционной группой уже по инвестициям в конкретный адресный проект. Но сейчас, так как сосредоточение идет и максимальное позиционирование, максимальная фокусировка именно на Арабские Эмираты, и как небольшой кусочек уже именно нам, как Skyway Capital, на проработку европейское направление – это проект Швейцарии Сан-Бернандино. Завтра мои коллеги возвращаются с этой очень плодотворной и насыщенной бизнес-поездки. И мы продолжим работу с инициаторами адресного проекта в Сан-Бернандино. Собственно, Дэниел Юрос Шандер с нетерпением ожидает возвращения, потому что да, планировалось работать одновременно, но насколько были все загружены общением с той или иной стороны, с институционными группами, просто с частными инвесторами. И, собственно, на конференции с профессорами действительно это событие, событие для наших партнеров, событие, я думаю, для всего Skyway в новейшей истории развития Вьетнама в области Skyway. Уже после изданных монографий, публикаций по различным вьетнамским проектам мы будем делать отдельные прямые включения по этим проектам, отдельные вебинары, потому что действительно эту историю нужно знать, когда вы общаетесь с каким-либо вьетнамцем. И, собственно, первый вопрос, который он задаст, что было сделано по его стране в этом направлении. И, опять же, друзья, памятная фотография уже непосредственно профессоров, декана, ректора, проректора. Что касается декана, это действительно такой активист уже Skyway, декан, естественно, транспортного факультета. И, друзья, я могу сказать, что эта встреча, эта конференция запомнится нашим представителям и тем людям, которые в первый раз услышали о проекте Skyway, потому что на технически сложные вопросы были получены ответы, потому что действительно интересовало воплощение и внедрение уже коммерческое применение технологии Skyway на территории Вьетнама. Потому что Вьетнам, естественно, задыхается от пробок, от обилия скутеров. На скутерах, естественно, небезопасно. Вы видели многочисленные фотографии в социальных сетях, которые наши представители, наши члены правления выкладывали, когда человек просто едет и смотрит на скутере в мобильный телефон. Это абсолютно небезопасно. Чего не скажешь о нашем юнибайке, о нашем юнивинде. Так, друзья, трансляция в Инстаграм, к сожалению, прекратилась, но это была вводная такая тестовая трансляция. Я думаю, что в следующий раз будет еще больше народу и будут такие включения об истории развития проекта от наших лидеров, почему они вошли. И, собственно, нужно максимально оживлять этот аккаунт, потому что многие русскоговорящие наши потенциальные партнеры не знают вообще о существовании, либо только со слухов и не с фактов сложили какое-то мнение о технологии и насколько сейчас много различных статей в различных масс-медиа, как иностранных, так и российских, о проекте SkyWay, о его положительных абсолютно результатах. И, собственно, мы видели, друзья, развитие на территории Словацкой республики, когда, помните, в Братиславском университете декан также поддержал технологию SkyWay, но там люди еще не дошли до обсуждения потенциальных курсов по технологии SkyWay. Здесь обсуждались уже курсы и действительно учебные дисциплины, потому что следующая встреча уже произошла непосредственно со студентами этого университета. Я не знаю, есть ли фотографии, но, собственно, на этой фотографии это профессора, но в отдельной аудитории присутствовали уже студенты, и они осознали то будущее их транспортной специализации, которую им предстоит изучать. Это технология SkyWay, это технология струнного транспорта. И, друзья, так тому и быть, потому что на сегодняшний день таких вот реальных результатов у наших конкурентов нет. Я могу отметить такие совершенно неадекватные уже действия. Возможно, это маркетинг, возможно, это какие-то пиар-технологии, но пока что я не могу понять, почему Илон Маск действительно очень такой продуктивный, и кто-то называет его гениальным маркетологом, гениальным CEO, но вышел прямой эфир, извиняюсь, с накуриванием какими-то препаратами, и в тот же день акции компании Tesla по сведениям, таким слухам, догадкам упали в цене. Друзья, я не понимаю абсолютно этого поведения, чего не скажешь в противовес этому о действительно загруженности максимально плодотворной работы по арабскому направлению и с нашей стороны по швейцарскому направлению. Я думаю, что в скором времени мы услышим новости от головной компании по уже началу строительства, как это предполагалось, как это было объявлено на Экофесте 2018 генеральным конструктором и инженером Юницким. С нетерпением ждем этих новостей, друзья, потому что после этого я даже не могу себе представить, насколько бурный ажиотаж начнется от наших инвесторов. Я могу сказать, что по своей системной работе, по тем партнерам, с которыми я общаюсь, сейчас вижу, что очень многие серьезные деятели просыпаются, в том числе и по тем странам, в которых какими-то обходными путями раньше возможно было только работать. Сейчас есть схема Royal Capital Fund. Я думаю, что мы сделаем обязательно прямое включение Евгения Кудряшова, чтобы на вебинаре в среду он еще раз объяснил уже под запись, в чем преимущество этого направления, это инвестиции от 10 тысяч евро. Это абсолютно прямая юридическая схема, друзья, без всяких выкрутасов, чего не любят наши потенциальные крупные инвесторы. Но единственный порог входа. Первая инвестиция – это 10 тысяч евро, потом можно уже инвестировать от 5 тысяч евро. Остались совершенно немногочисленные страны, которые не могут работать по этой схеме. Соответственно, фактически все страны, если не ошибаюсь, только Шри-Ланка, США, не могут работать по этой схеме, если говорить про жителей этих стран. Но мы создадим эти страны непосредственно. Урок 1. Инстаграм. Школа. Друзья, возможно, кто-то уже выложил даже броудкест, прямой эфир с Инстаграма. Я могу честно признаться, было не тысячи пока что слушателей, те, кто смотрят. Но я думаю, что тысячи, десятки тысяч просмотрят этот эфир, потому что сразу формируются записи в YouTube, и информация буквально разлетается по всему миру уже с переводами на другие языки. Но давайте перейдем далее к Вьетнаму. Вот вы видите памятное фото с ректором, с проректором, с деканом, с профессорами, с довольными действительно специалистами своего дела, которые сейчас знают, как решить транспортную проблему на территории Вьетнама. Это действительно достойное решение, которое сейчас будет прорабатываться на высшем технологическом уровне. Но не только с частными инвесторами, не только с крупными строительными проектными организациями происходили встречи с некоторыми из них, подписания документов. То есть это вы узнаете уже из фактов, которые будут освещены на сайте головной компании, на сайте Skyway Capital, потому что, естественно, мы должны это обсудить, согласовать, что можно говорить, чего нельзя говорить с головной компанией. Но на этой фотографии представлена уже крупная серьезная инвестиционная группа, ряд инвестиционных фондов, с которыми велось обсуждение не только финансирования потенциальных адресных проектов на территории Республики Вьетнам, но и вход непосредственно в корневую технологию. Пока что есть возможность входа в эту действительно прорывную инновационную технологию, друзья. И те, кто внял дисклеймеру предостережением об инвестициях в это венчурное направление и принял положительное решение об инвестировании в этот проект, друзья, я не буду говорить таких слов, как поторопитесь, можно не успеть. Но вы, я думаю, что понимаете, что те, кто инвестировал до коммерческого массового внедрения, применение в компании Джобса, когда в гараже были собраны первые партии компьютеров. Ну, собственно, у нас не гараж, у нас уже многотысячная в квадратных метрах территория производственных площадей, на которых транспортные андроиды создаются и, можно сказать, уже штампуются, потому что есть станки с числовым программным управлением и различное совершенно оборудование, которое может позволить на высшем уровне создавать те ресурсы, которые необходимо уже использовать для реального строительства адресных проектов на больших скоростях. И я могу сказать, что, друзья, я был счастлив, когда на Экофесте 2018 я увидел непосредственно суперлегкую трассу. Это то, почему будет, сможет перемещаться Юнивинт, это то, почему сможет перемещаться Юнибайк, возможно, сможет перемещаться Юникар. Это действительно та трасса, которую можно назвать сверхтонкой и сверхпростой в монтаже, в строительстве по сравнению с традиционными транспортными средствами, транспортными решениями. Я могу сказать, что на территории Мармориса, турецкой территории, в одном из престижнейших отелей присутствует такая коммуникация с пляжем, с отеля, потому что он находится в Искагоре, как фуникулер. Это устаревшая технология. Я думаю, что наши партнеры, с которыми мы обсуждали в одном из пригородов Милана, на одной из встреч уже два месяца прошло, но, естественно, все это плотно осело в головах наших потенциальных крупных уже инфраструктурных партнеров. Это связка на территории Мальты, прибрежные зоны, потом одного из отелей на шельфе, также казино. Собственно, я думаю, что вы представляете, насколько это серьезной окупаемостью бизнес и, собственно, какие подвижные кары, суперкары, родстеры появились именно с подачи Маска и с подачи компании Тесла. Вначале это появилось в Майами, в каких-то роскошных регионах, и это было сугубо индивидуальное пользование, друзья. Потом это уже массовое внедрение и массовый рынок, и это были очень дорогие машинки. Этим могли пользоваться только богачи, но, собственно, пока что богачи пользуются спуском с фуникулера. Я думаю, что тот, кто перемещался, друзья, никто к буде спиной здесь не стоит, потому что... А нет, кстати, да, стоят спиной, нужно сделать выговор, но можно пожертвовать этим для совместной фото. Ну, на будущее, естественно, нужно полубоком стоять. Я знаю этот прекрасный обычай, и нужно соблюдать этикет и уважение к различного рода религиям, потому что проект SkyWay объединяет весь мир. Ну вот, друзья, отвлекли меня, конечно, но я могу сказать, что сейчас внедрение скоростного направления произойдет в первую очередь с юнилета. Это действительно не какой-то 100-местный высокоскоростной подвижной состав. То есть, помните, Генри Форд, он разве какие-то автобусы, какие-то троллейбусы попытался сделать? Он сделал индивидуальный транспорт, и после этого этот индивидуальный транспорт пошел в массовое внедрение. И, собственно, если сравнивать потребление топлива нашего высокоскоростного подвижного состава, юнилета, и, кстати, здесь вы увидите концепт, который не соответствует реальной действительности, реальный концепт более аэродинамичен, еще более высокотехнологичен и инновационен, вы его увидите на выставке InnoTrans 2018, которая пройдет с 18 по 23 сентября в Германии, Берлин. Приглашаем всех, собственно, тех, кто проживает в Германии. Категорически рекомендую посетить просто для интереса эту выставку, потому что помимо технологий SkyWay будет, естественно, много и других транспортных решений, инфраструктурных решений, каких-то решений по умным технологиям, умным городам, это как минимум будет интересно и, как максимум, вы полностью поразитесь технологией SkyWay и, собственно, присоединитесь уже к последователям, кто внял идеи Юницкого и проголосовал какими-то своими финансами, приобрел актив, в будущем потенциально, возможно, теоретически очень серьезный актив, сейчас это рисковая инвестиция, но давайте вернемся непосредственно к высокоскоростному подвижному составу, потому что его необходимо сравнить по подпотреблению топлива непосредственно с традиционным самолетом. Если говорить по техническим характеристикам, друзья, то полтора литра на пассажира потребляет традиционный Airbus, восемь литров на всю машину потребляет, собственно, наш Юнилёт. Представьте сравнение традиционной авиатехники, авиаперемещения. Я уж не говорю про вот эти вот многочисленные пересадки, в которых нам приходится быть как людям, действительно, живущих в самолетах, живущих в перелетах. И что можно сказать против 500-местного Airbus и 6-местного Юнилёта, Юнибуса? Это аналог семейного автомобиля, где меньше расход на 100 пассажира километров, чем на самолет с большей вместимостью. Друзья, это, по-моему, логично и абсолютно очевидно. То есть я могу сказать, что в 10 раз меньше расход топлива у Юнилёта с традиционным самолетом. И сравнивать просто логически глупо и абсолютно неразумно, друзья. То есть если вдаваться в технические расчёты, то можно привести какие-то прямо вот выверенные технические расчёты. Но запомните, что в 10 раз скоростной транспорт по технологии Юницкого более эффективен, чем традиционная авиатехника, традиционная среднемагистральная авиация. Но если говорить про скоростное перемещение на авиатранспорте, то у нас есть решение, которое сейчас уже на подходе в реализации из концепта в реальную технологию. Это решение HyperU. То есть если Илон Маск, извиняюсь, курит в прямом эфире и таким образом, наверное, пиарит или как-то делает промоушен своей технологии, то концепция гиперскоростного перемещения уже непосредственно согласована на территории Арабских Эмиратов для внедрения. Это будет совместный концепт скоростного перемещения, городского пассажирского перемещения, грузового перемещения и под водой уже гиперскоростного перемещения. Я думаю, что гиперскоростное перемещение – это тот прорыв, который ещё больше ожидает, чем даже скоростной пассажирский транспорт на втором уровне. Потому что, да, всё-таки уже скоростной транспорт существует в виде решения «Симмонс», в виде решения «ТЖВ». И это благосклонность судьбы. Это стратегия и расчёт Анатолия Эдуардовича. То, что у нас есть такие партнёры очень мощные, действительно, титаны инфраструктурного бизнеса. Это арабские партнёры, которые нас поддерживают, и не просто поддерживают, а с которыми идёт сейчас развитие на территории арабских стран. И мы достойно уже сможем выступать в равной весовой категории с такими гигантами, как «Симмонс», «ТЖВ», корейское направление скоростного транспорта, это японское направление высокоскоростного транспорта. Да, кто-то говорит, что нужно сравнивать не с авиацией, а со скоростными поездами. Но, друзья, тут вообще никакое сравнение не идёт. Можно сказать одним словом, быстрее, экономичнее, продуктивнее и комфортнее. Извините, одним словом не обошлось, но что-то мне подсказывает, что как только произойдёт массовое внедрение, вначале это будут подвижные составы именно малой пассажиро-вместимости, и это абсолютно логично, потому что вначале это будет такое элитное семейное перемещение, которое быстро перерастёт в массовое перемещение, и рынок коммерческое применение технологии Skyway уже покажет, а необходимо ли вообще делать действительно скоростное перемещение в этой пробке внутри транспортного средства, в которой перемещается сейчас как в какой-то банке, в консервной банке со шпротами. Многие жители многих стран в автобусах, в маршрутках, в автобусах азиатских, которые перемещаются совершенно на бешеной скорости. Друзья, намного лучше перемещаться в том транспортном средстве, в котором вы будете находиться в абсолютно комфортной зоне, которая не нарушает ваше личное пространство, и перемещаться в мобильном персональном пространстве, которое ожидает весь мир. Время покажет, насколько рынок оценит и насколько более популярными будут инновационные применения либо высокоскоростного транспорта, либо, соответственно, нашего уже продемонстрированного Univinda. Эту капсулу пытались сделать многие метри на PRT, SkyTrend. Был отдельный вебинар по сравнению этих концептов, но, соответственно, Univind был продемонстрирован уже в железе, в реальном применении. И, собственно, он не просто стоит как-то стационарно, вы видите, позади него такая ниточка, он по ней будет перемещаться. Это сверхлегкая пассажирская трасса. По этому концепту мы постараемся максимально реализовать проект San Bernardino в Швейцарии, в горной местности, в абсолютно труднодоступной территории, в которой традиционными способами супердорого строить. То есть нужно либо взрывать горные породы, чтобы строить серпантиновые дороги, очень дорогостоящая эта технология, и очень это вредно для экосистемы, куда лучше. И такие прецеденты уже мы видели, так как линии высоковольтных электропередач уже строятся давно на горной местности. И, собственно, суперлегкая трасса также просто будет реализовываться с высокими скоростями строительства. Если за полгода, собственно, на территории экотехнопарка была внедрена из концепта уже в железо эта технология, и за 6 месяцев, как тестовый прорыв был построен Univind, то представьте, насколько быстро смогут реализовываться после демонстрации первого адресного проекта уже реальные применения технологии SkyWay в адресном проекте. Но, друзья, это нужно сделать. До этого, как говорит бабушка Сергея Анатольевича, дай бог нам дожить до этих, я не люблю слово проблем, буду перефразировать, времен. Действительно, таких вот успешных времен, которые нас всех ожидают при том курсе, преследовании тому курсу, который был задан, правильной, верной стратегии, правильному использованию финансовых средств, которые привлекаются инвесторами со всего мира. Естественно, стратегия развития и та ответственность, которая взята Антоли Эдуардовичем на себя за развитие технологии SkyWay и ее создание, и ее коммерческое применение, она лежит, как неоднократно говорил Антолий Эдуардович, на нем самом. И он является гарантом инвестиций. Друзья, вспомните, кто вообще говорил, что он является гарантом инвестиций. Я не знаю, есть ли такие истории у тех новейших технологических сейчас уже гигантов, которые брали на себя ответственность, что если что-то пойдет не так при достаточном финансировании, то, собственно, он ни при чем здесь абсолютно. И что я могу сказать, как инженер-механик уже с технической точки зрения. Сегодня я, как и обычно, буквально вкратце остановился на характеристиках потребления топлива юнилета семейного, именно пассажирского высокоскоростного подвижного состава с традиционным авиационным транспортом, но не вдаваясь в глубокие технические подробности. В первую очередь я проходил в проект SkyWay с изучением технических аспектов. 100 ответов на 100 вопросов по технологии SkyWay с точки зрения инженера-механика. По образованию инженера-механик, по высшему образованию. И, собственно, поэтому многие технари вошли в 2014 году, когда это было только на идее и только на прошлых заседаниях госсовета, которое еще при Дмитрии Анатольевича Медведеве происходило. И, собственно, был вопрос финансирования. Найдете инвестиции, найдете, собственно, таким образом. Именно по этой причине Анатолий Эдуардович просчитал и создал схему краудинвестинга. На сегодняшний день, наверное, это самое грандиозное применение схемы краудинвестинга с очень высокими дисконтами, с очень высокой, в том числе, и потенциальной рисковой эффективностью и рисковыми показателями в инвестировании в проект. Но многие люди присоединились и, друзья, даже не представляю, что будет на 15 этапе. Сейчас остались буквально считанные этапы до закрытия возможности финансирования в головную компанию. Решайте сами. Мы не будем вас убеждать, потому что каждый берет на себя ответственность сам за свое будущее существование и в том числе за потенциальное преумножение своих инвестиций с потенциальной возможной теоретической высокой прибылью, сопряженными с высокими рисками. Друзья, вот такой вот вебинар по освещению. Я даже не успел сегодня осветить новости, которые были опубликованы на страницах головной компании. Выйдет обязательно по анонс, краткий анонс, который вы можете передавать своим партнерам по вьетнамской поездке. Также, я думаю, что мы сделаем пресс-релиз и анонс по возвращению наших коллег по этой поездке, которые выйдут уже на страницах сайта головной компании. И, друзья, традиционно наш боевой листок тезисов, кто ленится, кто, может быть, сильно, сверхсильно дорожит своим временем, чтобы потратить всего один час на прослушивание одного вебинара. Может, кому-то кажется, что здесь частично льется вода, но если говорить за проект Skyway Capital, я могу сказать, что здесь только факты, только логика и только технологии, только потенциальная инвестиционная привлекательность. Никакой эзотерики, никаких чакр мант даже на обучение наших лидеров. Следующее обучение, кстати, пройдет в десятых, если не ошибаюсь, числах на территории Грузии. Юрий Галата, наш бизнес-тренер, будет тренировать наших экспертов, топ-экспертов и других лидеров для развития и промоушена проекта Skyway в своих странах и за их пределами. Это подготовка действительно серьезных уже таких лидеров по инфраструктурному движению проекта Skyway в своих странах, по реализации и масштабированию, как и крупной системе построения бизнеса Skyway в человеческом факторе, то есть промоушену от человека к человеку и также в создании контактов по новым потенциальным адресных проектам. И даже кто-то в будущем станет партнером адресных проектов. Друзья, мы этих героев обязательно увидим в проекте Skyway, потому что они не собираются никуда не скрываться, ни как-то втайне действовать и не получится, потому что все адресные проекты проходят через головную компанию. Буквально на днях я передал контакт Кириллу Бадулину от потенциального частного инвестора, который утверждает, что владеет крупной логистической компанией на территории Крыма и, собственно, по Украине возможны проекты. И может сам выступить с группой инвесторов, инициатором и инвестором адресного проекта, если технически и показатели эффективности подойдут. Собственно, информация была передана Кириллу Бадулину. Ждем, смотрим. И это огромное счастье для него, то, что он пообщается с департаментом адресных проектов, потому что насколько загружен сейчас Кирилл и его группа, так как вся фокусировка идет на Арабские Эмираты. И, друзья, мы с нетерпением ожидаем тех новостей, которые просто взорвут информационное пространство, когда они появятся. Но вначале им нужно появиться. Строй SkyWay, спасай планету и дай дорогу мир Транснету. Мы объединяем мир, объединяем нашу работу. Развивайте SkyWay в своих странах, в своих регионах, но всегда помните о рисках и предостерегайте своих партнерам, что это проект венчурный и, собственно, произойти может все, что угодно, даже на стадии уже коммерческого внедрения технологии SkyWay на территории различных стран и, в первую очередь, арабских стран. Друзья, если вопросы, какие-то есть вопросы, готов ответить. Если нет, то я, пожалуй, откланяюсь, продолжу работу. Вопросы, друзья? Приглашайте всех партнеров в Instagram. Через этот ресурс будет заходить очень много молодежи. И, друзья, как никому, молодежи придется уже пользоваться в полной мере, в полной функциональной, в функциональном обилии, транспортными гаджетами, как сегодня действительно слету пользуются младенцы, даже смартфонами, планшетами. Чего не скажешь о взрослом поколении. Друзья, уже некоторым вещам я удивляюсь. И, собственно, в 30 лет я понимаю, насколько, в 32 года, я понимаю, насколько опережает сейчас молодое поколение в прогрессе, ну и в какой-то мере в регрессе, так как личное общение становится более ограниченным. Но технология Skyway как раз-таки сделает ценность общения уже вне транснета. И самым ценным станет общение с родными, с близкими, друзья. И я могу сказать, что это действительно следует логике Юницкого. Я вот такую картинку представлю. Тут никакой эзотерики от одного из наших инвесторов. Но, наверное, есть доля правды в этой картинке. Какое будущее сейчас нам рисуют современные финансовые магнаты. И какое будущее может наступить. Голосовать своим рублем за это будущее или нет. Привнести какой-то вклад в эту технологию или нет, решать сугубо. Привнести какой-то вклад в эту карту. Постуkien среда. Привнести какой-то вклад в этуstrath Wort. В том числе и пятью минут. Привнести какой-то вклад вPro dehydрация. Одными из наших инвесторов. Привнести какой-то вклад вклад в т wow-damn-ifall по-либо. И кто-то на валом для начала тепловой формы. И вкладывание, чем мелья по programmersе. от студийцы перестреливать.